Очень часто ко мне приходят клиентки в частный коучинг, которые постоянно на всех жалуются. В частности, они жалуются на своих мужей. Им кажется, что их мужья все время делают что-то не так. То муж носки по всей квартире разбрасывает, то посуду грязную в раковину не ставит, то маме слишком часто звонит. Короче, он во всем виноват от и до. И это очень часто происходит и на карьерном поприще тоже. Мне клиентки постоянно жалуются, что тот или иной начальник или коллега постоянно гундит или отправляет слишком длинные имейлы, или никогда не хвалит, или еще что-то. Ну, короче, вы поняли, все вокруг козлы, одна я хорошая. И если вы узнали себя в этом сценарии, или у вас есть клиенты, которые ведут себя именно так, то подумайте вот о чем. Вы постоянно переживаете из-за того, на что вы на самом деле повлиять не можете. Вы причиняете себе огромный дискомфорт, а эти люди все равно не изменятся. Недаром же говорят, что детей до 5 лет воспитывают, а потом перевоспитывают. И это не всегда получается. Что уж там говорить о взрослых людях. Взрослого человека перевоспитать и изменить просто-напросто невозможно. Поэтому я хочу, чтобы вы приняли взрослых людей такими, какие они есть. Мы или принимаем людей такими, какие они есть, или не принимаем. Поэтому, если чье-то поведение для вас совершенно неприемлемо, вы не обязаны с этим человеком общаться. И то же самое вы можете объяснить своим клиентам. И кто-то из вас, наверное, сейчас сидит и думает, «Ну вот еще, я не буду позволять другим вести себя так, как они хотят». И расставаться с ними – это тоже не дело, потому что это не самая лучшая стратегия. Но подумайте вот о чем. Разве какие-то ваши попытки изменить другого человека или его поведение когда-либо приводили к положительному результату? Ведь это абсолютно проигрышная стратегия. Если вы постоянно пытаетесь кого-то переделать, если вы постоянно недовольны чем-то поведением, то эти отношения заведомо обречены на провал. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы пытаетесь переделать другого человека или как-то повлиять на его поведение, вы хотите взять его жизнь под контроль. А это называется манипуляция. И те люди, которые пытаются манипулировать другими, находятся в позиции психологического детства. То есть это просто-напросто психологические дети, которые все время на кого-то обижаются, отдают ответственность за свои чувства другим людям, и которые хотят, чтобы другие делали то, что им угодно, для того, чтобы они почувствовали себя лучше. Но вот в чем проблема. Очень многие люди думают, что если они принимают других такими, какие они есть, это значит, что они соглашаются с их поведением. Но это не так. Если вы принимаете тот факт, что другой человек может быть таким, какой он хочет, это не значит, что вы одобряете то, как он себя ведет. К примеру, если у вас есть подруга, чей муж нюхает кокс, и они приходят к вам в гости, вы принимаете тот факт, что этот человек может делать в своей жизни все, что угодно. Но вы не одобряете, если он это делает в вашем доме. И вы можете спокойно ему сказать, пожалуйста, не нюхай кокаин в моем доме. Я это не одобряю, и я тебе это не позволяю. Но ты имеешь право делать все, что хочешь в своей квартире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...